Уважаемые друзья мои, мусульмане, поздравляю вас с таким замечательным праздником, Байрам Рамазан. Желаю здоровья вам и вашим близким, счастья, любви и мирного неба. Пусть Бог вас хранит и всегда Бог помогает. Ну а сейчас хочу рассказать о новостях от Баба Джима. Вот у нас праздник такой, непонятный праздник или что, мы только и молимся за него. Наша племянница позвонила в 2 часа ночи и сообщила нам, что нашего папу забрала скорая помощь. Его состояние очень ухудшилось, начало его трясти, не хватать воздуха. Он побледнел и вызвали скорую, его забрали в больницу. Сегодня в 7 часов мы позвонили ему и он такой очень ослабленным голосом разговаривал, что ему сейчас лучше, немножко меньше, тошнота у него спала, тошнота. Он позавтракал и ему нравится очень палата, говорит, мне кислород подключили, все, все хорошо. Ну а другое, как говорится, неприятное такое известие. Мама, оказывается, сегодня утром разговаривали мы с ней, мама уже 5 дней, у нее так болеет. У нее гриппозное состояние и она тоже всю ночь нервничала за отца, потому что его забрали в больницу. И она, естественно, не сдавала тест никакой на коронавирус и не обращалась к врачам, специалистам. И я ей сказала, чтобы обязательно начала принимать антибиотики, чтобы защитить себя. 5 дней у нее состояние не улучшается. Вот такая вот у нас неприятная новость. Молитесь, пожалуйста, за моих родителей, за наших родителей, они очень хорошие. Я ничего не могу делать, не хочу этот день делать, настолько я поникла. Так что буду сообщать вам, вот по мере поступления информации, буду записывать вам видео. Простите меня, если я порчу настроение в такой день. Ну, от этого никуда не уйдешь, это семья наша. Ходили мы с Эндером за конфетами, желейные конфеты, сосательные. Взяла так полтора-два килограмма, чтобы было дома. Сейчас кто-то, если придет, хотя мы здесь не кушаем, но пускай будут в холодильнике. Геркулес тоже для себя взяла вот такой вот конфетки. И сейчас мой муж пошел там деньги поменять. Что я хотела вам рассказать, пришло новое сообщение от наших родителей. Постоянно мы на связи, разговариваем с отцом. Отца готовят на операцию. Баба Джима готовят на операцию. У него, оказывается, грыжа паховая лопнула. Поэтому у него такая интоксикация произошла организму. Что он постоянно рвет, что ему плохо. И он так нервничает, ослабленный. Но мы его поддержали. Я бы... И... Просто так обидно вообще. И мама уже потеряла вкус. И племянница. И заловка. Все заболели этим ковидом. Если бы это не ковид, то я бы сейчас все бросила. И поехала бы к ним. И ухаживала бы за ними в больнице все. Но, видите, нельзя ничего делать. Сейчас и отца готовят на операцию. Вот такой вот у нас сегодня байрам. Такие новости. Такие новости нехорошие. Ну, что делать? Будем надеяться на все хорошее. Все, что не идет, идет лучше. И маме тоже очень плохо. Ничего не хочет она кушать. Вкус потеряла. Это признаете симптомы. ОРЗ. Как вы знаете, сопли, каши. Вот в таком состоянии. Как только поступит что-нибудь новое, я сообщу. Вот это именно видео у меня будет посвящено новостям от наших родителей. Когда заходили в лифт, соседи выходили наши, которые ходят мне, угощают меня. И... Говорят, куда вы идете? Мы говорим за конфетами. А мой муж говорит, я им говорю, что дети в этот день приходят, но не пришли. Он говорит, мы придем. Так что, наверное, придут к нам гости. Сегодня готовить я и обычного ничего не буду. У нас есть вчерашний кебаб. Я хочу сегодня пожарить себе кабачок с яичком. Я давно яйца не ела. Уже аппетита совсем нет. Как-то нервничаю, да, за них. Прямо очень тяжело. И НДР тоже нервничает. Все нервничают. Целый день на телефоне. То маме, то родственники начали звонить все. Вот такая вот ситуация у нас неважная. Ездят только такси. В такси можно передвигаться. Всем доброго вечера. Мы сидим на телефонах. Наконец-то позвонила только что племянница. И нам сообщила, что у нее тест положительный. Значит, у всех положительный. Маме, сестре не взяли. Какая-то была проблема у нее с адресом у сестры. А у мамы не проверили тест, потому что сказали, что она привита. И вот сейчас назначили все лекарства. В общем, там настоящий госпиталь. Настоящий. Пять дней они, оказывается, уже пьют. Все больные пьют антибиотик, лекарства какие-то. Но вот благодаря отцу, что так стало плохо, они обнаружили, что они больные короной. Вот такие вот дела, дорогие мои. И отца, папу завтра будет оперировать. Делают подготовительные процедуры. Операционную подготовку. Ну вот, вот такие вот новости. Дай Бог, чтобы завтра все прошло операцию удачно. Еще раз прошу вас, молитесь так же, как и мы. Молимся за наших родителей. А мы сейчас будем с Ашкимом пить чай. Он говорит, что боится за папу. У него проблемы с дыханием. Сетти переживает весь вечер, даже плохо кушал. А Нимчика? Вечером вчера, до того, как его забрали. Конечно, у него грыжа. У него грыжа паховая. После того, как папу забрали, ему говорят, что мы плакали всю ночь. Говорит, мы увидели, как он страдает. Не мог дышать, говорит. Но будем надеяться, что там все будет хорошо. Смотрите, сегодня у нас такое. Я, знаете, что тоже решила попробовать. Мы очень любим это. Мы в Люлюбургазе это кушали. Это все из мира пришло. Сейчас, чай. Готови джемашки мсу. Шимды, кэнди, автоматик йог. Тыр, тыр, тыр. Наманьян. У нас испортилось, и я шкимзы в трендели заказал. А че ач? Ашкин, жарко, потеет. Какао, Ашкин? Посмотрим. Мы такой первый раз кушаем здесь в Мерсине. Мы раньше кушали под Стамбулом. Там очень много. Ну все, спокойной ночи. Спасибо вам большое за ваши просмотры. И до новых встреч. С хорошими новостями.